Итак, бизнес-класс на Финам.ФМ. В прямом эфире, как всегда, я Георгий Вербицкий. Итак, тема сегодняшней программы. Яхтинг, спорт или бизнес? Ну, очевидно, что яхтинг является и спортом, и бизнесом в той или иной степени, но я думаю, что можно рассматривать его с точки зрения нескольких... из нескольких сторон, скажем так. Во-первых, как самостоятельный бизнес, который в России только еще зарождается. То есть это постройка, аренда яхт, ну и сопутствующая инфраструктура. Далее, как способ корпоративного отдыха. Ну и как яхтенный спорт, собственно, как командный спорт, как спорт, требующий слаженной работы всех участников команды. Недавно закончилась регата «Капитаны бизнеса», организованная ведомостями. Регата проходила в Эгейском море. У нас в студии люди, которые воочию все это видели, более того, участвовали. Сейчас я дам слово Екатерине Романовой, генеральному директору радиостанции Финам.ФМ, которая там была и все видела. Своими глазами, слышала, своими ушами, даже трогала ручками, пальчиками и ступнями ног. Потому что невозможно не коснуться палубы, невозможно не удариться по кокпиту или какие-то другие части яхты. Это завлекательное путешествие, но об этом в полной мере знают и расскажут наши гости. Сегодня у нас в студии Екатерина Сон, издатель The Moscow Times, организатор корпоративной парусной регаты на Кубок газеты «Ведомости». Тимур Мучелкин, управляющий директор компании «Телетрейд», это не просто человек, это человек-легенда, потому что в процессе всего трудного соревнования Тимур все время дышал в спину лидеру этой регаты и таки оставил его позади, стал победителем. Его команда заняла первое место и получила этот самый заветный большой кубок «Ведомостей». Андрей Подколзин, генеральный директор Ocean TV, это не просто гость, это гость, который тоже проводит регаты и знает про яхтинг все и даже больше. Вот эти люди расскажут нам сегодня о том, как это происходило, зачем, кому это было нужно и какие метаморфозы в итоге получились из тех участников. И вот первый вопрос я адресую Катерине Сон. Катерина, почему капитаны бизнеса? Почему, откуда возникла эта формулировка? Здравствуйте, Катя, здравствуйте, дорогие капитаны бизнеса, участники регаты, здравствуйте, дорогие все, которые нас сегодня слушают. Спасибо, что мы здесь. Спасибо, что мы здесь после такой прекрасно, по-настоящему, мне кажется, хорошо и удачно прошедшей регаты. Почему эта регата называется капитана бизнеса? На самом деле, наверное, вы правильно сказали, что яхтинг – это бизнес, яхтинг для многих бизнес. Многие люди участвуют в регатах тех или иных, в частных, в корпоративных. Многие СМИ, как мы знаем, уже тоже пытаются приобщиться к этому прекрасному занятию. Ну, собственно, почему, да, вот в чем секрет? На самом деле, для ведомостей вопрос простой и ответ на него очень простой. Это абсолютно наша тема, потому что яхтинг – это тот самый бизнес, который играет по честным правилам. Мы не зря придумали формат, когда все участники гоняются на монотипных яхтах. У всех одинаковые яхты, каждая команда заранее, еще в Москве, выбирает эту самую яхту для себя. И поэтому получается, что на старт мы все приходим в равных, одинаковых условиях. То, чего нам, наверное, не хватает в бизнесе в России, да и не только в России. Поэтому вот этот самый бизнес, регатный, он для нас прежде всего честный, конкурентный и прозрачный. Ведомости, в общем, газета для такого бизнеса, да, и миссия газеты в том, чтобы этот бизнес в России развивался и укреплялся. И нам показалось, что формат регата – это еще одна возможность, еще одна форма собрать наших правильных людей и помочь им, да, немножечко, даже пусть в такой спортивной форме, конкурентной, но все-таки почувствовать вот этот вот азарт правильной честной борьбы. Я как-то много всего сказала, но суть в том, что капитаны бизнеса, потому что, потому что вот это тот самый правильный бизнес, честный, те самые рулевые этого бизнеса, которых мы собрали в одном месте, посадили на одинаковые яхты, сказали, ребята, давайте соревнуйтесь так, как вы бы, может быть, мечтали, хотели соревноваться в реальном нашем жестком, не всегда честном, не всегда открытом мире. Вот у нас Тимур есть рядом с Катешей, который может как раз от первого лица и ответить, насколько сложно или просто быть капитаном, насколько получилось в честной борьбе захватить титул и пьедестал. И как вообще превращение произошло? Добрый день, уважаемые радиослушатели, любимые радиостанции. Ну, на самом деле, я, конечно, пожалуй, не отношусь к людям, которые могут сказать, что вот регата – это бизнес, для меня это, конечно, в большей степени отдых. Если говорить о первом моем опыте, это было в прошлом году на первой регате, да, то здесь, скорее, это была, вообще говоря, авантюра. Авантюра потому, что мы ни разу не были на регате, никто в нашей команде не представлял, что такое сейлинг. И, в общем-то, за два часа до вылета мы пригласили человека, он нам рассказал, что надо крутить, очень приблизительно, очень на пальцах. Вот, однако, в общем-то, как-то мы вылетели, долетели, вот, нас посадили и при помощи неизвестно чего, в общем, как-то начали сейлить. Тимур, я как раз вот хотел задать этот вопрос. Для людей, которые не знают, что такое регата, что такое яхтинг, я просто вот сам был, сам ходил на яхте, но для таких людей, вот, буквально несколько слов. Значит, что это такое? Это пять человек, да, я так понимаю, команда. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Один капитан, да, из этих пяти человек. У вас был капитан, как бы, что называется, свой, из команды, или это был какой-то внешний человек? Ну, вообще говоря, конечно, хоть мы и называемся капитанами бизнеса, вот, но правильно называть нас матросами, в полном смысле этого слова, потому что капитан, действительно, один, это профессиональный человек, профессиональный шкипер, который, скажем, ведет корабль, а все остальное, это матросы. И вот, их, может быть, от пяти до, там, у нас было на лодке семь человек, в принципе. Ага, команда пять-семь человек. Ну, в общем-то, да, пять-семь человек. И, собственно говоря... Как подбиралась команда? Команда подбиралась, как, так сказать, поскольку для нас это было абсолютно новым делом, да, вот в первый раз, как я говорил, то тоже никакого особого подбора не было. Были все желающие, так сказать, все, кто рискнул. Ну, в этом году мы точно так же в том же абсолютно составе уже с пониманием дела взялись. Да, второй раз. Потому что это очень важно, я из своего опыта могу сказать, когда я ходил на яхте, я понял одну вещь. Самое главное – это люди, это команда, потому что яхта – это закрытое абсолютно пространство, никуда не сбежать. От того, как взаимодействуют люди. Да, если люди некомфортны с этими людьми конкретными, то это сразу беда. То есть людей надо подбирать очень тщательно. В этом плане я вот вижу, что здесь, как бы, поскольку первая команда была собрана, я так понимаю, ну, чуть ли не случайно, вот в этом как раз был основной, что называется, основная задача, то есть сработаться. Правильно я понимаю? В принципе, ну, первая команда, она была не то, чтобы совсем случайно. Мы подчинялись, так сказать, организаторам, выбрали капитанов, то есть те, кто руководит нашим бизнесом, нашим родным телетрейдом, в общем-то, весь руководящий состав практически, у кого, так сказать, кто не страдает от морской болезни, вы, в общем-то, и выехал. У меня вопрос, так, Екатерина, вот как подбиралась команда? Прошу прощения, Катя. Команды подбирались, как подбирались команды? Во-первых, был брошен клич по рынку, через все доступные нам средства массовой информации, прежде всего, через газету «Ведомости» и сайт газеты «Ведомости», клич о том, что вот есть такая идея, да, в прошлом году она и для нас была несколько авантюрная, потому что первый раз. Был брошен клич о том, что мы делаем корпоративную регату, где участвуют только компании, то есть каждая яхта – это одна компания, которая должна собрать свой экипаж самостоятельно. Экипаж должен состоять из, ну, капитанов, да, настоящих капитанов, это могут быть владельцы, руководители, вот как в случае с Тимуром и с Телетрейдом, или какие-то ключевые партнеры компании. И мы говорили, что собирайте экипаж, мы дадим вам профессионала-шкипера, и вы должны показать все, на что вы способны. Вот мне кажется, Катюш, о шкипере очень хорошо знает Андрей Подколзен, который может рассказать, потому что, поскольку он сам в нашей команде, на нашей яхте, периодически вставал за штурвал, и я знаю, что этот человек организовывает тоже регаты, мне кажется, давайте дадим ему слово. Шкипер, важно? Добрый день. Да, конечно, вот тут говорилось о команде, говорилось о каких-то вот вещах, много раз случались такие вещи на разных других регатах и на этих тоже. Собирались люди, которые друг друга не знали, и даже друг другу не подходили. Но если есть шкипер, капитан, шкипер, так сказать, по-другому можно сказать, и он сплачивает команду, он делает так, чтобы команда работала или не работала, то есть все это зависит от него очень сильно. Я знаю одну вещь. На корабле капитан — это царь и бог, то есть ему надо подчиняться безоговорочно, на самом деле. Легко ли подчиняться было? Андрей, Тимур, Катерина, легко? Ну, можно я скажу не про то, как подчиняться, потому что для меня так вопрос не стоял, а про то, как наши люди, на самом деле, работают с этим шкипером, капитаном. И вот здесь вот очень по-разному себя ведут люди, потому что вот у некоторых есть баланс жесткого-мягкого, а у некоторых нет. Некоторые мотивируют титановым ломом, реально, то есть есть люди, экипажи, которые вот мы работаем со шкипером, у нас есть титановый лом. Первая мотивация, да. Вторая мотивация. Шкипер — это друг, это член экипажа, это наше всё. Другая мотивация. И есть баланс этих вещей, потому что понятно, что люди, которые участвуют, они хотят победить, они стараются сделать всё. И некоторые делают это жёстче, некоторые мягче. Но тем не менее, они же привыкли руководить, а здесь нужно делать работу. — Очень приятно подчиняться. — Очень приятно подчиняться. — Вы знаете, на самом деле, вот отдых, если говорить как раз об этом, как об отдыхе, то для меня основной мотивом являлось то, что ты здесь всё-таки не рулишь. А на самом деле ты вот идёшь в команде, работаешь в команде. Это, ну вот, очень такой хороший способ перезарядить батарейки. — Это супер. Но самый главный вопрос — даст ли это эффект по возвращению в свой бизнес, в своё кресло, в своё рулевое место? Что-то повлияло? Меняется? — Конечно, даст. Во всяком случае, я могу сказать точно, мозги абсолютно чистые, они готовы к работе. То есть они жаждут этого, и, в общем-то, за такой короткий промежуток времени, пожалуй, мало в жизни есть вещей, которые могут настолько хорошо дать возможность отдохнуть человеку, и дать возможность ощутить столько эмоций, и тем самым, ну, так скажем, быть готовым к нашим будничным реалиям. — А может это не только перезагрузить мозги, но ещё и дать какой-то новый стиль для руководства? Ну, может быть, идеологически для какого-то руководителя дойдёт, что его сотрудники, его подчинённые, его бизнес-команда, с которой он работает... — Тоже люди. — Тоже люди. — Я думаю... — Быть в их шкуре тоже хорошо, да, и понятно. — Я думаю, ехать дает такое хорошее одно представление, вот такая фраза. Не тот первый, кто первый, тот первый, кто первый пришёл. Потому что часто бывает такое, что кто-то вырвался, идёт в лидерах, всё замечательно, всё хорошо, и вроде его не догнать, но тут же раз, поменялся ветер. — Абсолютно. — Да, раз, и всё, и пришёл первый. — И опять телетрейд первый. — То есть постоянно поддерживается некий адреналин, некая всё-таки возможность победить есть всегда, до самого последнего момента. — Я бы что, такая некая философия, что можно всё делать, что можно дойти. — Отлично. Ну что ж, продолжим после новостей. Яхтинг, спорт или бизнес. Оставайтесь с нами. — А рядом с Георгием Вербицким я, Катерина Романова, генеральный директор и главный редактор компании «Финам-ФМ». Рядом со мной гости. Катерина Сон, издатель «Демосква Таймс», организатор корпоративной парусной регаты на кубок газеты «Ведомости», капитана бизнеса. Тимур Мучелкин, управляющий директор компании «Телетрейд» и Андрей Подколзин, генеральный директор «Оушен-ТВ». Вот, кстати, к Андрею у меня следующий вопрос. Легко ли организовать регату? Почему к Андрею? Потому что Катя-то про это всё знает. Была бы идея, будет регата. Было бы желание, будет регата. И, ну, а дальше как получится, потому что это всё, не знаю, то, что мы делаем, мы делаем как-то для друзей, для своих, как-то какой-то клуб у нас получился. Поэтому мы его так и не позиционируем. Делать тяжело, потому что каждый раз всё срывается, каждый раз всё не так, всё неправильно, всё что-то не получилось, что-то ещё что-то такое. Это всякий раз мучение. Но это всегда замечательно, потому что, когда ты видишь, там, сотни людей счастливых, довольных, с горящими глазами, то это всё окупает и всё вот это позиция. Всё это замечательно так становится. Андрей, у меня такой вопрос к вам и к Екатерине. А вот регата, это только пиар мероприятий или это всё-таки удалось что-то на ней заработать? Вот как, получилось ли? Получился ли бизнес? Или изначально не было такой цели? Спасибо за вопрос. Но Андрей сказал, что для него его регата. Для нас, конечно, регата это совсем другое. Для нас регата это тоже бизнес. Мы не делаем бизнес на яхтинге, но мы делаем бизнес на мероприятиях. У ведомостей есть конференции в Москве. И регата это ещё один формат собрать нашу публику, собрать наших читателей и дать им возможность для нетворкинга, простите за иностранные слова, для общения, для, опять же, той самой честной борьбы. Но мы делаем это для того, чтобы в том числе заработать на этом мероприятии, так же, как мы зарабатываем на газете, на сайте, на всех остальных мероприятиях. То есть это наша как бы кредо, да, там не секрет, что ведомости это газета, которая, которой владеют три крупнейших мировых издательских дома. Сана, Миндебенд Медиа в Москве, Financial Times и The Wall Street Journal. Это три наши акционера. И наша как бы бизнес-философия, да, мы должны быть маржинальными, да, мы должны зарабатывать самостоятельно деньги. Поэтому, да, регата для нас это бизнес. Мы, открою секреты коммерческие, что мы уже в прошлом году в первый раз вышли в плюс. Правда, этот плюс был такой просто приятный номинальный. В этом году мы вышли, пока не знаю, куда вышли, потому что ещё не подбили все итоги. Но очень надеюсь, что это будет уже более существенная история. Видимо, много было накладных расходов в процессе, которые сейчас позволяют. Ну, расходов было, есть и будет, много, да. Я думаю, скорее, много было партнёров, которых мы помянем в третьей части нашей программы. Которые как раз и позволяют, между прочим, да, делать историю такой привлекательной. Но иначе нельзя, да, потому что если ты делаешь это как пиар, ты рано или поздно начинаешь думать. Пиар — это статья, которая в какие-то тяжёлые моменты уходит. Да, мы хотим, чтобы эта регата была, ну, если не навсегда, то, по крайней мере, надолго. Андрей? Ну, мы, по крайней мере, считаем, что она должна быть безубыточной. То есть она не должна быть not for our purchase. То есть это как-то клуб, он живёт на взносы клуба и зарабатывает с этим самым. Но при этом как бы это не является бизнесом как таковым. А насколько это доступно для простого человека? Как раз мы начинали эту регату, скорее всего, не как пиар, да, или тоже как пиар, но как от мысли, что это доступно. Потому что когда мы запустили телеканал Ocean TV, некоторые люди писали, о чём они, каналы, о яхтах, у них есть дом на море. И тогда мы решили доказать, прежде всего, рынку телекоммуникационным, что яхтика — это доступно, это возможно почти каждому. Цена плюс-минус отдыха на диване где-то, в Турции или ещё каких-то местах. Поэтому это была идея. Обязательно стоит попробовать, это замечательно. Я предлагаю сейчас подключить Сергея Джанбаева, это главный тренер Олимпийской сборной России, и задать ему вопросы. Сергей. Да, добрый день. Добрый день, Сергей. Ну что ж, вопрос такой, особенности российского яхтинга. Вот что такое яхтинг в России? Как он развивается? Какие, может быть, перспективы его развития? Яхтинг в России, что это? Я очень рад был сейчас услышать, что парусный спорт ещё и превратился в достаточно такой успешный продукт, как ивент-мероприятие. То есть это помогает не только самому продвижению парусного спорта, но и вовлечь в ряды парусного спорта непосредственных баспетиков и любителей паруса. Они участвуют как уже яхтсмены на яхте, познают спорт и тем самым двигают вперёд. И там по статистике за прошлый год через бизнес прошло порядка 10 тысяч наших сограждан. Поэтому спорт развивается не только как спорт непосредственно олимпийский. У нас были достойные сейчас результаты. Ну, так, для нас медали не было, но это четвёртое место Екатерины Скудиной в женском матч-рейсе. То есть сейчас страна болела и смотрела то, что не происходило там в прошлые годы. Ну, мы сдали достаточно после Советского Союза, потому что у нас была одна из самых сильных сборных в советское время. В связи с тем, что страна развивалась, так скажем, а спорт на первый взгляд достаточно дорогой. Но именно как раз на первый взгляд, когда надо купить лодку и решить все вопросы логистики. Но потом это превращается в тот же самый теннис, хоккей, футбол не намного дороже. Сергей, а вот всё-таки в России где вот можно заняться этим спортом? То есть, понятное дело, что Эгейское море, ясно, это Греция, это Турция, а вот в России где? Ну, я вас удивлю, что до сих пор живы и развиваются детские спортивные школы на всех водоёмах, которые присутствуют. Это реки, озёра, море, Чёрное море, Азовское, Балтийский залив, Санкт-Петербург. И там не по одной детской спортивной школе, а по несколько, так скажем, даже, может быть, в некоторых городах несколько десятков. И абсолютно бесплатно дети могут туда прийти. Это государственные школы высшего спортивного мастерства и детские спортивные школы. То есть это мы говорим, если о детском профессиональном яхте. То есть есть масса мест, где, в общем-то, человек, который хочет заняться яхтингом, может им заняться. Хорошо, Сергей, спасибо огромное. Вот Екатерина показывает мне знаки, хочет что-то сказать. Да, пытаюсь отобрать микрофон, потому что у меня есть такой вопрос. А как вы оцениваете капитанов бизнеса регаты ведомостей со спортивной точки зрения? Удалось ли им показать действительно спортивные состязания? Ну, я с ними уже второй год, на втором мероприятии. Скажу, я вам был сильно удивлен, когда действительно получилось хорошее спортивное мероприятие. Народ именно зажегся. И люди, если поначалу приехали просто попутешествовать, то уже вторая регата точно все хотели выиграть. И получилась достаточно жесткая борьба. А были ли команды, в которых не было ощущения спортивного участия? Все ли соревновались? Или, может быть... Ну, я прошел практически по всем яхтам. Я вам скажу, что, может быть, они делали вид, что они не соревновались, но все равно в душе хотели выиграть. И краем глаза поглядывали на первые идущие лодки. И становилось не по себе. Это как бы присутствовало. Поэтому, ну, когда вы находитесь в гонке, равнодушных нет. Даже если вы смотрите на это со стороны. Спасибо, Сергей. Да, да, да. Есть ли у наших гостей, кто в студии, какие-то ремарки по высказываниям Сергея, Катюша? Да, конечно, есть. Потому что, во-первых, огромное спасибо Сергею, что он с нами второй год. И он, правда, выступал как играющий тренер, в этот раз настоящий. То есть он провел какое-то время с каждым экипажем, показал вот те тонкости, нюансы настоящего спортсмена, настоящего профессионала. Мне кажется, благодаря этому регата получилась по-настоящему спортивной. Но на самом деле, у меня еще есть ремарка, наверное, я ее скажу потом, чуть попозже. Андрей. Да нет, в выступлении Сергея все прям правильно сказано абсолютно. Ну, если перенестись на регату как яхтинг, как спорт, как бизнес, как отдельное мероприятие, вот не касаясь того, которое происходило у нас в нашей компании на прошлой неделе. Как вы считаете, спорт какую часть занимает в управлении парусом? Вот как это зарождается внутри вот этого состязания? Как оно появляется? Когда становишься, да. Кто хочет, тот может ответить. Сергей. Никогда не задумывался на это, как это получается. Для нас появился все. Для нас, как для команды Телетрейд, вот соревновательный элемент, он, наверное, основной. Это именно то, что позволяет, ну, как бы зажечься, отдаться этому вопросу. То есть вот на неделю ты отдаешься полностью. Потому что этот процесс настолько занимательный, настолько он, ну, эмоционально взвешенный, то есть настолько он мощный эмоционально, что, то есть, ну, его сравнить, пожалуй, очень сложно. Это реальное соревнование. Я не ожидал. Вот второй раз я участвую в регате и могу сказать, что, скажем, хождение просто под парусом – это совсем другое дело. И вот именно организация регаты и вот сама регата – это совсем другие ощущения, совсем другие впечатления. Это не любование природы, это все-таки, ну, вот, для нас точно – это смор. Это и любование природы тоже. Почему нет? Но, тем не менее, что сложнее – держать итигалсом или держать бабочку? Крутить лебедку очень сложно. Самое тяжелое – выдержать штиль. А, это правда. У меня вот вопрос, Сергей, в вопросе обучения. Насколько вот, где самая, где самая сложность большая при обучении вот этому спорту? Как считаете, Сергей? Сложность дать понимание. Имея там одного-двух профессионалов на лодке, можно легко гоняться. Но основная задача в обучении именно вот с первых этапов – не то, чтобы поставить технику, в отличие от других видов спорта, а дать понимание, почему этот процесс ходит. Чтобы человек понимал, почему он так стоит, почему держит руки, почему он настолько подтягивает паруса. Потому что, если просто отдавать команду, тяни больше, кидай дальше, можно передвигаться, но этого процесса происходить понимание и осознание не будет. Поэтому, и чем больше человек осознает, тем, естественно, больше прогресс в результатах и стягивание интереса, так скажем, со стороны спортивных, просто любителей. Ну, то есть это некая еще атмосфера какая-то, да, то есть некое состояние души. То есть не просто какое-то механистическое действие, а еще и некое отношение к этому. Да, но и те люди, которые давно в парусе, мы уже не вызываем это не спорта, а образ жизни. Согласен. Мы уже этим живем и без него не можем. К тому же я вступил на яхту, я не видел людей, кто... Хотел бы еще, наверное, добавить, что атмосфера, которая создается на таких вот регатах, как капитаны бизнеса, она достаточно позитивная в целом. Люди, которые гоняются, они поздравляют друг друга с победой, хоть какой-то победой. Вот ты сегодня выиграл вот это, вот мы тебя поздравляем и все рады этому. То есть нет состояния, что кто-то кому-то завидует, кто-то кого-то недолюбливает и так далее. Нет такой агрессии. Есть только положительные эмоции и есть совершенно положительный настрой. Это вот замечательная вещь. Очень правильно сказал Андрей, вот прям реально приведу пример. У нас была команда одного очень крупного известного инвестиционного банка, который участвовал в регате. И ребята сказали, вы знаете, вот мы на работе не привыкли к такому. Когда у нас кто-то вырывается вперед, побеждает, остальные как-то немножко так настороженно смотрят на победителя, как-то вот есть какое-то чувство, может быть, немного зависти. Здесь они были удивлены, все поздравляют, все радуются. Ребята, вы выиграли, ура, вы молодцы. То есть поддержка, вот это вот чувство такого братства, да, не побоюсь этого слова. Сережа Козлов, наверное, как главный человек в Чивосе, расскажет об этом подробнее, вот об этом ощущении, да, об этом чувстве. Почему, собственно, Чивос с нами оказался, да, и другие наши прекрасные компании-спонсоры. Банктраст, и Гастро, и Экус, у всех вот как бы есть суть, да, есть как бы заложена философия, что братство, взаимопонимание, взаимовыручка, какое-то совместное объединение ради прекрасных, хороших моментов. Вот это все есть в регате, это все было, я надеюсь, у нас, это все есть в тех компаниях, которые собрались, да, вот Тимур и ребята. Сфера, она очень необычная, действительно, ее в реальной жизни не так много, мы слишком сильно зашорены, у нас очень много всяких условностей, пилычек, регалий и всего прочего. Мне кажется, как раз вот в этом случае важно участие, а не победа. Но, тем не менее, мы продолжим после новостей, оставайтесь с нами, Сергею Джанбаеву, спасибо огромное, до свидания. Спасибо, Сергей. Итак, продолжаем бизнес-класс, сейчас Екатерина Романова представит тех участников, которые к нам присоединились, а именно к нам присоединился Сергей Козлов, Чивос Бразер, здравствуйте, Сергей. У нас замена, как в спорте, вместо Андрея Подколзина выступает Сергей Козлов, привет, Сергей. Сергей, правильно я понимаю, что это вот Чивос знаменитая виски? Ну, безусловно, сначала, здравствуйте, дорогие, наверное, коллеги по регате и, в первую очередь, радиослушатели. Ну, Чивос, безусловно, это глобальный бренд, в первую очередь, который имеет какие-то свои ценности и правила, но участие в регате связано, в первую очередь, не с тем, что он основан в 19 веке и все что-то, а как раз именно базируется на тех ценностях, которые мы исповедуем, частично их тут очень хорошо описала Катя. Буквально пару минут даже. Интересно, ну, что для вас было самым интересным в регате? Ну, знаете, самое необычное, что, ну, это по-настоящему спортивное соревнование, потому что не могу вам сказать, что я предполагал, что это будет такая прогулка под зонтами на палубе, но, честно, я вам скажу, что сегодня, когда мы вернулись в офис с моим коллегой Антоном Ставенко, бренд-менеджер Чивос, с которым мы участвовали и стремились к победе, все наши коллеги, собственно говоря, когда мы рассказывали, что мы без устали что-то крутили и тянули, и даже... И травили. И травили, да-да-да-да, и напрягались. Они были, в общем-то, удивлены, потому что это предполагалось, что это какой-то такой прогулочный вариант и так далее. Но это действительно очень красивый и серьезный спорт. Вот. Это было открытие. Я, на самом деле, тоже, когда, собственно, меня пригласили принять участие еще года два назад в яхтенном походе, я тоже думал, что это, знаете, как вот красиво так вот лежишь, загораешь там и так далее. На самом деле оказалось, конечно, нет, оказалось, что нужно работать, особенно в моменты, когда вход в марину, выход из марины. Ну, вы знаете, все это лучше меня, на самом деле. У меня такой вопрос вот к вам. Все-таки ветер бывает не всегда. И наверняка были моменты, когда не было ветра. Ну, вот что вы делали? То есть, насколько были моменты, когда было реально вот нечем заняться? Потому что у меня такие моменты были, хотя, конечно, команда была интересная. Но вот как вы справлялись с этим? Ну, вы знаете, благодаря исключительной организации ветер был почти всегда, что, в общем-то, я не знаю, может быть, Катя как-то там тоже заказывала это. Катерина, как вы организовывали ветер? Это, да, это какое-то тайное знание. По сравнению с прошлым годом ветра было значительно больше. Ну, да, мы учимся, мы растем, теперь ветра больше. Каков был бюджет на ветер? Они провели нетворки с небесной канцелярией, и теперь у них есть свои люди. Да, с ветром надо работать по-особенному. Здесь не в бюджете дело, а в том, чтобы были правильные напитки на борту, и чтобы в нужный момент иногда немножечко, так сказать, пошаманить, да, чуть-чуть вылить в море правильного продукта, например, того, который представляет Сергей. И ветер будет... Нет, я шучу, конечно, правда, с ветром повезло. Сразу вопрос. Морская болезнь. Морская болезнь косила наши ряды. Нет, на самом деле тоже удивительное дело. В прошлом году был один человек, который страдал морской болезнью, и по такому, ну, как бы смешному совпадению, это был человек из журнала Men's Health. То есть он олицетворял собой мужское здоровье как раз вот этим образом. Но в этом году не было таких, по-моему, людей замечено, да? Не знаю, у нас не было, мы, в общем-то, как-то перенесли, несмотря на то, что... Штормила только на берегу, на самом деле. Ну, это да, это нормально. На берегу как-то не штормила. Нет, покачала после того, как целый день на лодке, действительно, ощущение, что чуть-чуть качала было. Да, вот так вот ходишь. Вот это сейчас в Москве, на самом деле, ощущается, как по палубе, да? Или просыпаешься и чувствуется, что вот вокруг как-то так, неспокойно. Ну, давайте для профессионалов, для тех, кто прекрасно знает маршруты яхтенные и так далее, вот как у вас все это было организовано? То есть я так понимаю, что у нас есть два варианта. Либо это переход с заходом часто в различные марины, ну, такой более прогулочный вариант, либо это, скажем так, ну, в открытом море больше времени проводилось. Ну, я думаю, что у вас, конечно, был первый. Так ли это? А у нас был вариант, когда то, что вы назвали, сейчас два варианта из марины в марину или в открытое море, это называется оншорные регаты и офшорные, да, оншорные гонки и офшорные. У нас были и те и другие. Другой вопрос, что переходов изнурительных на сутки больше у нас не было. Максимальный переход у нас был на 4 часа. Это мы шли из турецкой точки Согут до греческого острова Сими. Это был, наверное, самый длинный переход, больше 4 часов. Мы много раз перекладывали галсы, то есть нельзя было встать одним галсом, дойти до Сими, потому что ветер менялся все время. Это был самый такой тяжелый, наверное, поход. Все устали, сказали, ну что же. Больше 4 часов это не очень серьезно. А, ну я к тому, что да, это открытое море, это офшор, но тем не менее это нормально. То есть народ хорошо выдержал, все справились и хорошие результаты показали. Но если вы спросите там, что следующее, да, вот мы думали в какой-то момент о трансатлантике. Мы думали об этом еще в прошлом году. Сережа испуганно, испуганно. Я думаю, обиджейте сразу. Да, бюджет этот, конечно, немаленький, но с другой стороны, это две большие разницы. То есть трансатлантика там, это здорово, такие длинные прекрасные переходы, достижения. Но там есть свои нюансы, там есть свои и плюсы, и минусы. И многие профессионалы говорят, ну, это совсем другой формат. Это нужны люди, которые тоже больны яхтингом, которым больше ничего не нужно. У нас все-таки люди другие. Да, они, может быть, и больны, или заболели яхтингом, но у них еще много чего интересного в жизни. И вот эта вот способность, возможность общаться постоянно с разными экипажами между собой вечером, во время наших программ, вечерних мероприятий, это тоже большая часть. Поэтому Марины нужны, да, остановки нужны. И с точки А в точку Б нужно, потому что это все позволяет больше общаться, больше знакомиться, больше получать такого и удовольствия, и, наверное, пользы, да, в том числе от этих знакомых. Наверное, дело бы не спорилось без партнеров, которые были у Регат Ведомостей, в частности, о экипировке. Вот насколько она важна, насколько я уяснила из своего первого яхтинного опыта, без экипировки там делать нечего. Потому что холодно, потому что ломаются пальцы, потому что надо все закрывать и обеспечивать себе комфорт. У нас на связи Алексей Сметанин. Которого мы как раз и спросим по поводу экипировки. Алексей, добрый вечер. Алексей у нас генеральный директор Старборд и представитель бренда МакГрегор и Гастро в России. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Что важно в экипировке на яхте, как вы считаете, Алексей? В экипировке, я думаю, в первую очередь важна ее функциональность. То есть самое главное, чтобы экипировка соответствовала тому виду спорта и тому виду активности, которым занимается человек. Гастро не один год, а может быть даже уже и больше ста лет специализируется именно на яхтенной одежде. И я думаю, что выбор организаторов был достаточно правильным, а все участники смогли оценить по достоинству ту экипировку, которую мы предоставили. Алексей, а вам помог цвет вашего пола, в котором вы выступали? Да, она. Наша команда была экипирована в самый, наверное, жизнерадостный цвет существующий, ярко-оранжевый. И он заряжал нас на победу, на борьбу, помогал всегда понимать, что вот где мы, на каком месте и как идет борьба. Я думаю, что все остальные экипажи тоже имели возможность за счет фирменных цветов у каждой команды понимать, где соперники, где лидеры, где те, с кем идет самая тесная борьба и соперничество. Я добавлю, что все команды были раскрашены в отдельный цвет. Это обеспечил как раз Алексей Смитанин со своими брендами. И это действительно было удобно, потому что была видна тройка диалог, которая всю неделю лидировала, была в зеленом цвете, была видна четко команда Телетрейд, которая синим цветом догоняла постоянно зеленых лидеров. И, в общем-то, желтая майка получилась, очевидно, от слияния этих двух цветов и таким двоеобразным способом попала в руки. А как же полосатый Юникредит, который занял третье место? Ребята в полосатых купальниках хорошо плыли. Они все время догоняли, они все время боролись за свою третью позицию. Надо сказать, что успешно ее отстояли, потому что им, в свою очередь, дышали в спину из команды Хёнде. Хёнде голубые. Поэтому все-таки цвет, как считаете, Сергей, влияет на победу? Знаете, в принципе, влияет ли куриная лапка в кармане? На размер зарплаты. Кому-то, если помогает, я очень рад за этих людей. Но нам достался прекрасный, нейтральный, благородный серый цвет. Потому что он достался нам последний. Но это не помешало нашей команде занять сверхнюю точку турнирной таблицы, потому что она идет сверху вниз. Внизу чемпионы почему-то, ну, неважно. Как бы тут вопрос установки и, наверное, тех целей, которые ставит перед собой команда. Потому что, ну, если вспомнить, там, битву, там, финальную, которая шла, там, между, допустим, телетрейдом и, там, казалось бы, очередным фаворитом тройкой, то, я даже не знаю, вроде у тройки и зеленый цвет, да, зеленая улица, но, там, синее море помогает, там, телетрейду. То есть, тут вопрос, наверное, скорее, то, к чему стремятся люди, а не то, какого цвета у них пола. Но, в целом, наш нейтральный цвет обеспечил нам такую прекрасную, благородную позицию наслаждаться успехом других. Одежда была замечательной, но, мне кажется, что самое важное для победы – это умение взаимодействовать. Взаимодействовать на корабле, взаимодействовать с кораблем, взаимодействовать со шкипером. Именно это дает именно возможность двигаться вперед. А то, что все были одеты, то, что все были, не каждый, в своих майках и купальниках. Это замечательно. Кстати говоря, в этом году мы курсовываем. Это уравнивание возможностей, не так ли? Это дает возможность всем в разных, скажем так, природных условиях находить. Ну и видно сразу команду. Для нас это было, скорее, эмоциональным таким настроем. Мы четко себя отождествляли, видели себя. И собственные ощущения были именно такие, что мы, команда, редко когда в офисе все ходят в одних и течках. Красных галстрах. Гастро умудрилась даже шкипера переодеть под конец. Потому что я как-то смотрю, они думают, шкипер-то куда оделся? Они все были в белом. Шкипера все в белом, да. То есть он не устоял. А потом, как красиво будет все это видеть на фильме, который сейчас мы как раз монтируем. И на фото, фотографиях. То есть это все действительно здорово. Это стильно, это красиво, ярко. Гастро молодцы. Явно в этом году движение такое вперед. По одежде точно я могу сказать, как участник двух регат. Алексей, еще раз отдельно. Спасибо, Алексей. Спасибо, Алексей. У нас на связи еще Денис Петрунин, направляющий директор Hyundai Motors СНГ. Денис? Да. Готовы ли вы присоединиться к нашей беседе? Как вы считаете, что помогло вам в этой регате? Что заставило вас соревноваться? Или каков итог ваших впечатлений? Ну, для нас было несколько регата. Это несколько в другом формате, чем, наверное, для остальных коллег. Потому что Hyundai Family, скажем так, была несколько диаспора. Да, Hyundai была несколько более многочисленной, чем остальные волосы. У нас было практически пять команд. И это внесло дополнительный драйв. Потому что мы соревновались не только за абсолютное пальмоперенство. То есть там первые, вторые, третьи места. А еще, безусловно, внутри командной гонки. То есть, скажем так, я был на лодке «Экус». И понятно, что остальные члены команды стали перед собой как минимум задачей, если не быть первыми, вторыми или третьими, но как минимум обогнать лодку «Экус». То есть это вот дополнительный пидрайв, который присутствует нашей команде. А вы можете назвать вашу тройку лидеров среди Hyundai Family? Ну, собственно говоря, лодка Hyundai заняла четвертое место. «Экус» занял пятое место. И «Нью Синкс» – это восьмое место. Это очень хорошие результаты. Это не просто десятка. Это вот прямо, что называется, вслед за лидерами. Вы довольны результатами? В общем, да. Честно скажу, в целом очень довольны. Потому что в прошлом году мы в средственном режиме принимали участие были десятыми. А сейчас мы явно продвинулись как минимум на полпути. Их к Тегесталу оказались значительно выше. И, помимо всего прочего, выступая такой же многочисленной командой, безусловно, внутри командный дух, то есть на цели какой-то, скажем так, то, о чем все говорят, некий элемент тимбилдинга, он происходил не только внутри одной команды лодки, потому что вот шесть человек, а еще, грубо говоря, между лодками. То есть виновательность. Поэтому те задачи, которые мы перед собой ставили, мы их достигли с большим запасом. И у нас уже ставилось некое обсуждение, что, наверное, на следующий год мы также участвуем в этом мероприятии. Каким составом, столь многочисленный или нет, это уже как позволят организаторы, ревегаторы с одной стороны, ну и сколько уже позволят обстоятельства следующего года. А так, в общем-то, есть желание продолжить. Спасибо вам огромное, Денис. А мы продолжим после новостей. В прямом эфире продолжается программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Мы говорим про яхтинг, обсуждаем спорт ли это или бизнес. Ну и, собственно, в качестве примера у нас замечательная регата, которую проводила газета «Ведомости». И мы в студии здесь разговариваем с участниками этой регаты и, кроме того, подключаем наших гостей по телефону. В частности, у нас сейчас на линии Джеймс Кэрриган, управляющий директор «Тройки Диалог». Как раз, Джеймс, про вашу команду очень много говорили, про то, что у вас был замечательный зеленый цвет. Как вы считаете, что было для вас самым важным в состоявшемся событии? Ну, самое важное было, что мы, как команда «Тройки Диалог», в том числе сотрудники «Тройки Диалог» и наши клиенты получили огромное удовольствие. И я думаю, что это было очень правильно организовано в состоянии «Ведомости». Там был интерес в точке зрения конкуренции, в точке зрения общения с другими людьми и в точке зрения знакомства с разными людьми. Джеймс, я знаю, что для вас, наверное, это мероприятие имело особый какой-то смысл, потому что у вас же как раз сейчас, наверное, уже практически завершилось слияние со Сбербанком. То есть это связано с тем, что нужно работать, привыкать работать с другими людьми, как-то интегрироваться. Вот насколько, как вы считаете, регаты помогают вот такой интеграции и совместной работе между людьми? Ну, честно говоря, регаты не были связаны с этим, а регаты были связаны более с Team Building и управлением Investment Banking. Просто было возможность пригласить наших хороших клиентов, поучаствовать в регате с нами. Те клиенты, которые смогли участвовать, они все могут уехать на неделю в сентябре и могут проголосить это сделать. Но, честно говоря, это было не связано с этим состоянием или с этим регатуранием. Джеймс, а вы будете участвовать еще в подобных мероприятиях? Может быть, на следующий год с ведомостями? Ну, я только вернулся, на самом деле. Тяжело предсказать, что будет через год. Но я могу сказать, что я уже видел периодически от наших клиентов, друзей, которые участвуют, что они с большим интересом рассматривают возможность участвовать. Проблема простыня в том, что это риск, регаты насколько хорошо организованы, что риск, что команда может сломаться и будет несколько команд из экипажа этого года. Я имею в виду, что там может быть несколько команд. В следующем году тех людей, которые были на команде, трое-то делали в этом году. Джеймс, а как вы считаете, у нас главный вопрос сегодняшней программы. Яхтинг, что это все-таки? Спортивный отдых или бизнес? Что вам удалось об этом почувствовать? Ну, я думаю, что, в первую очередь, это спортивный отдых. Мне напоминает немножко на другой вид спорта. Голф, где есть набор разных людей с разным опытом, с разными возможностями, физическими возможностями. Но, тем не менее, они все могут участвовать, все могут выиграть, регатов. Поэтому это очень приятный вид спорта. Ну, в первую очередь, это спортивный отдых. Ну, бизнес тоже. Если получится, от этого отдыха это хорошо. Если нет, ничего страшного. От участия в этой регате. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Джеймс. Спасибо. У меня вопрос к Тимуру. Вот как к победителю команды, которая взяла главный приз регаты. Тимур, вот как удалось этого достичь? Чем вы были? Что вы делали по-другому, чем другие участники? Ну, во-первых, одним из основного полагающих пунктов является то, что мы практически всем составом участвовали на предыдущей гонке. У нас был опыт. И, как я уже говорил, опыт соревнования, мы четко понимали, что ждать. Если посмотреть на расписание регаты, в первый же день у нас было 4 победы. То есть, в то время, когда все разминялись, притирались, мы уже были готовы двигаться вперед. И, собственно говоря, у нас уже было достаточно четкое взаимодействие. Потом уже, надо, конечно, обязательно сказать о цене ошибок в данной регате. То есть, допустим, цена одной ошибки нам стоила то, что мы после первого дня откатились на второе место. И следующие дни, то есть, практически до последнего, состязание, завершающего этапа, шли вторыми за тройкой. Буквально вырвали эту победу. С ребятами было безумно интересно соревноваться с тройкой. Они нас очень сильно мотивировали. Я думаю, что часть победы принадлежит им, потому что реально они нам не давали расслабиться. Если немножко посмотреть на это, именно к сторону, как со стороны бизнеса, то есть, все-таки налаживание каких-то взаимоотношений, общение с людьми, это очень большая часть бизнеса. Вот в этом плане, ну, вот вы целый день практически занимались таким активным, практически спортом на свежем воздухе, да. А вечером, конечно же, построение взаимоотношений. Вот как с этой точки зрения? Удалось ли вот действительно очень сильно расширить круг своего общения? Да, безусловно, это очень колоссальный опыт пообщаться неформально. Если вы заметите, в первой тройке были три финансовые компании, там, допустим, Юникредитбанк, вот, мы и тройка, да, и для нас это было очень большой удачей, умение, то есть, возможность выйти на какой-то определенный новый уровень, уровень общения совершенно новый для нас и интересный. Его, пожалуй, получить нигде невозможно, вот так просто в жизни, так, скажем, подойти с кем-то, пообщаться. Здесь, внутри спортивного соревнования, все совершенно по-другому. Ну, как это происходило, то есть, какие-то мероприятия были вечером, что это было? Вы знаете, эмоциональный перегруз дня, окончание дня, он явно переходил с помощью Чивиса. Такое хорошее расслабление, что, в общем-то, стимулировало нас к общению. Простому, вы знаете, вот, нет ничего дороже, чем простое человеческое общение. Мы все там были в шортах, вот, в одинаковых майках, да, и, собственно говоря, вот это вот равенство, и, как бы, нас объединяло. И действительно было легко и очень просто общаться, это было очень здорово. Эмоционально это несравнимая вещь. Мы немного добавили, Катерина, какой был программинг вечерний в культурном плане. Да, Тимур очень правильно сказал про вот эту эмоциональную волну, да, и, безусловно, и Чива способствовал вот такому правильному настрою. Но все-таки тут еще и есть дьявол в деталях, да, и мы работали над деталями. И в этом году с нами гонялась команда китайского летчика Джао, да, во главе с Владимиром Джао, основателем и владельцем компании. И на его прекрасной лодке плавали такие персонажи, как, ходили, простите, такие персонажи, как Вадим Степанцов, Олег Нестеров, Артемий Троицкий, который участвовал в составе другого экипажа. Ну, вот вся вот эта вот команда культурная, да, культурная, музыкальная, она, конечно, украшала наши вечера. Я напомню, что еще была одна финансовая компания, которую мы упустили, это компания-партнер, это регаты Национальный банк Траст. И эта компания как раз не соревновалась в первой тройке лидеров. И как раз следующий мой должен был быть постулат, да, компания Банк Траст, действительно, прекрасный наш партнер, собственно, без этой компании. И, наверное, ну вот честно, вот честно, да, может быть, не было бы первой регаты и, соответственно, не было бы второй регаты, потому что эти ребята по духу, это вот как раз те самые драйверы, люди, которые хотят делать что-то новое и готовы поддерживать что-то новое, что-то необычное. Поэтому эта идея вот родилась как-то совместно. И первый раз нас поддержали, и второй раз нас поддержали. И по духу, опять же, повторю, да, что это очень правильное, вот, правильное такое партнерство Банка Траст и ведомостей, потому что мы, в общем, заодно, да, за новые какие-то интересные прорывные истории. Вот так получилось. Спасибо большое Банку Траст и лично Дмитрию Чуксееву, советнику представителей сада директоров за идею, за ее воплощение, за поддержку. Ну и всем нашим партнерам тоже хочу сказать большое спасибо. Еще раз большое спасибо Чивосу, огромное спасибо Гастре и компании Hyundai и бренду Ecos. Все с нами, все, опять же, не просто, да, это не просто спонсорство. Во-первых, для компании это какая-то новая возможность, потому что мир все жестче, да, и что-то интересное придумать все тяжелее. Но и эмоционально это очень правильные какие-то такие вот brotherhoods, да, не знаю, истории, которые не просто ради, там, денег, чего-то, а ради именно того, чтобы хорошие люди были вместе, чтобы хорошие люди помогали друг другу, чтобы хорошие люди весело, интересно, используя, проводили время. Вот, надеюсь, как-то получился такой формат, когда... Конечно, ну вот кроме Финам.ФМ, который был медиапартнером и ежедневно освещал в дневнике регаты все, что происходило в реалиях, какие еще наши коллеги масс-медиа освещали события, где можно будет почитать людям, которые, услышав нашу сегодняшнюю программу, заинтересовались этой регатой? Спасибо, Катя. Ну, Финам.ФМ вы первые. Во-первых, вы каждый день делали включение, это очень здорово, и я думаю, что это интересно и правильно было. Из радиопартнеров Бизнес.ФМ, из телевизионных партнеров Оушен.ТВ, Андрей Паткозин здесь сейчас нам рассказывал о своем видении регаты, из партнеров интернет-сферы, это finpati.ru, это Interfax, это RIA Новости, это, естественно, ведомости.ru, и сайты всех наших журналов, которые я сейчас перечислю, и газет. Значит, The Moscow Times, International Herald Tribune, Esquire, это уже журналы пошли, Роб Репорт, National Geographic, National Geographic Traveler, Men's Health, Prime Traveler, я сейчас уже начну забывать, Гарвард Бизнес Ревью, вот. И все, кто перепечатывает эти замечательные издания, перескажет и перецитирует всех участников нашей программы. Я надеюсь, да, очень. Окей, я напомню, что сегодня в программе вместе с нами рассказывали о регате на Кубок газеты «Ведомости», о парусной регате, Екатерина Сона, издатель The Moscow Times, и организатор этой замечательной корпоративной парусной регаты, Тимур Мучелкин, управляющий директор компании «Телетрейд», победитель второй регаты, соответственно, в этом году, Андрей Подколзин, генеральный директор Ocean TV, Сергей Козлов, представитель Chess Brothers, который скрывает от нас свое участие в этой компании в полной мере. Я разделил успех всех. Сергей Джинбаев, главный тренер Олимпийской сборной России, Алексей Сметанин, представитель Гастро и Макгрегор в России, Денис Петрунин, управляющий директор Hyundai Motors СНГ, Джеймс Карриган, управляющий директор «Тройка Диалог», Немножко я, Катерина Романова, главный редактор «Финам.ФМ», ну и все мы были в гостях у Георгия Вербицкого в программе «Бизнес-класс». Если подводить небольшой итог, что же такое яхтинг, спорт или бизнес, я думаю, что, наверное, ответ очевиден, это и то, и то, причем в качестве бизнеса это отличный способ познакомиться, подружиться, завести какие-то очень полезные знакомства, замечательно пообщаться, отдохнуть. А в качестве спорта, ну, это новый спорт, это и спорт, который набирает популярность. В России есть, как нам сказал Сергей, очень много мест, где вы можете научиться заняться этим спортом, причем спорт очень такой красивый, благородный, который делает настроение, море, ветер, солнце замечательно, мне кажется, поэтому я считаю, что, конечно, парусный спорт у нас должен обязательно развиваться, и должны развиваться такие вот направления, такие мероприятия, которые устраивают в том числе наши партнеры из «Ведомостей». Вот. С вами был Георгий Вербицкий, и это был «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Оставайтесь с нами. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова